Банк ВТБ занимает второе место в списке топов банков нашей страны, согласно открытым источникам с портала Банки.ру. Лицом банка становятся известные актеры и другие публичные люди нашей страны. Они меняются с регулярной периодичностью. Так сейчас с центральных телеканалов нас и вовсе познакомили с целой командой ВТБ. В команду банка вошли пять человек. Среди них актеры Сергей Бурунов, Михаил Пореченков, Анна Михалкова и два спортсмена Федор Емельяненко и Станислав Черчесов. Я решил навести справки, какое же образование у этих пятерых людей. Сергей Бурунов в 98 году учился в эстрадно-цирковом училище, в 2002 году закончил Щукинское училище. Актер Федор Емельяненко, Белгородский государственный университет, факультет физической культуры и спорта, спортсмен. Михаил Пореченков. Проходил обучение в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище. Был отчислен за 10 дней до выпуска, после чего пытался проходить обучение во ВГИКе, но пройти полный курс обучения ему также не удалось. Данные я использую с открытых источников из Википедии. Станислав Черчесов. Плохо учился в школе и со школьной скамьи пошел играть в мячик. Информацию о высшем образовании не найдено вообще. Анна Михалкова, дочь известного Никиты Михалкова. Вот здесь, конечно же, регалий будет побольше. Училась в истории искусства один год в Швейцарии и один год в Италии. Получала актерское мастерство во ВГИКе, после чего поступила на юридический факультет в МГИМО. Один из топовых вузов нашей страны и мира в том числе. И вот на основании всей этой информации хочется задать вопрос. Какое отношение эти люди имеют к финансам и к банковской сфере в целом? Да никакое. Их используют исключительно для того, чтобы создать положительный образ. Вы смотрите рекламу по телевизору, вы передвигаетесь по городу, видите их лица на афишах, на больших счетах. И понимаете, что у вас внутри где-то там срабатывает «А, Бурунов хорошо сыграл в том сериале, в том кино». И то же самое со всеми остальными актерами и спортсменами в том числе. Таким образом происходит некая манипуляция сознанием. Вам говорят, вот банк, вот наша команда, которая в финансах не понимает ровным счетом ничего. И я уверен, на 99% любой из них, придя бы получать кредит потребительский, и грамотный менеджер ловко его бы обманул при выдаче этого кредита. Как? Вот в этом ролике я с вами детально обо всем этом поговорю и все покажу на живых примерах. В этом ролике есть спонсор. 43 секунды о нем, и после чего мы перейдем к основной теме выпуска. А спонсор данного выпуска – музыкальный YouTube-канал «Ромикс», автор которого от природы имеет довольно-таки хорошие вокальные данные. И его конечная цель – мечта этого парня – собрать свой собственный зал и устроить там живой концерт. И все его ролики на канале – это пошаговый отчет о приближении к желаемой цели. Также на канале есть рубрика, где подписчики просят автора канала «Рому» исполнить кавер известной песни на заказ. И я хочу попросить его исполнить кавер на Макса Коржа, песню «Я выбираю жить в кайф». В ближайшем будущем Роман планирует снимать клипы и на свои собственные произведения. В общем, канал позитивный, канал музыкальный. Переходите по ссылочке на канал «Ромикс», подписывайтесь и наслаждайтесь приятными песнями. В нашей стране довольно-таки большое количество банков. И с одной стороны нам может с вами показаться то, что есть выбор. Есть банк лучше, есть банк хуже, есть более выгодные условия. Но все начинается в первую очередь с рекламы. Именно так нас с вами, потенциальных клиентов, заманивают банки. А здесь все работает по одному сценарию. Вот под копирку все происходит. Давайте разбираться. Если мы посмотрим рекламу от банка ВТБ, которая крутит, подчеркиваю, по центральным телеканалам, то мы увидим, что Михаил Пореченков рассказывает нам одну и ту же историю. Хочешь взять кредит, ставка будет от 7,5% до 5 миллионов рублей. И всегда делают акцент на минимальной ставке, на максимальной сумме кредита. Это происходит абсолютно во всех банках. Ранее мы снимали про Альфу банк, про Совком банк, одна и та же история. Заходим на официальный сайт, а здесь нас встречает одна и та же история. Для того, чтобы получить кредит под низкую ставку, нужно быть зарплатным клиентом. Раз, и нужно оформить страхование жизни. Обратите внимание, я вам прямо сейчас показываю, что когда мы убираем галочки, что мы не являемся зарплатным клиентом и не хотим страхования жизни, то наш ежемесячный платеж становится меньше, несмотря на то, что ставка становится выше. Выгодно лишь являться зарплатным клиентом. Это даст нам сэкономить аж 0,5%. Но тем не менее, в любом случае, какая-никакая экономия будет. Сейчас нам активно по центральным телеканалам в новостях рассказывают, что центральный банк понизил ключевую ставку. Теперь она равна 5,5%. О чем это говорит? Давайте я вам расскажу простыми словами, чтобы вы понимали. Центральный банк это папа всех банков. Вот каждый банк по одиночке идет к нему брать деньги у него в долги. Они берут у него деньги под ставку 5,5%. Это очень важно. Когда центральный банк понижает ключевую ставку, это говорит о том, что для нас, для населения, кредиты должны стать дешевле. Но что я вижу на практике? Если сейчас еще в апреле месяце ВТБ и другие банки рассказывали от 7,5%, то пока я монтировал этот сюжет, заходим на официальный сайт ВТБ, ставка стала от 8,9%. Практически на полтора пункта она выросла. То же самое происходит и с Альфа-банком. Когда я снимал сюжет, я увидел, что ставки начали расти. И ключевая ставка понижается, должны давать более выгодные кредиты. А в этот момент кредиты начинают становиться еще дороже. То есть невыгодно. Все работает почему-то наоборот. Про рекламу. Очень часто можно встретить комментарии, где люди говорят, да кто в эту рекламу верит? Это же нужно быть дураком, чтобы верить рекламе. То есть уже сейчас можно сказать, реклама равно обман. Тем не менее, ребята, я вам хочу со всей уверенностью сказать, что вся эта реклама работает. Давайте с вами вместе посчитаем. Нанять актера, это нужно ему заплатить денег. Нанять съемочную команду, рекламное агентство, которое будет прорабатывать всю эту рекламу, это нужно заплатить денег. Это хорошие деньги. Это там не какие-то 20-30 тысяч рублей. Все исчисляться будет миллионами. Закупить эфирное время на телеканалах, крутить рекламу, в интернете крутить рекламу, это все стоит денег. Банк это коммерческая организация. Работать по принципу, ну вот мы потратим, если выхлоп будет нулевой или вообще в минус уйдем, нам пофигу. Нет, все хотят заработать. И самое главное, что вы ходите по дому, вы можете не смотреть телевизор. На фоне он играет, но на мозг это все записывается. По городу вы передвигаетесь. Там ВТБ, там ВТБ, в интернете ВТБ. Потом, когда вдруг встает вопрос, в какой банк обратиться, и вы приходите, и перед вами 5 банков, вы видите знакомые силуэты, знакомые цвета, и думаете, блин, ну попробую подать заявочку туда. Вот так это и работает. Именно поэтому многие банки вливают бешеные деньги в рекламу, чтобы всегда быть на слуху. Ну и конечно же, когда речь идет о кредитовании и обманах со стороны банков, невозможно пройти детально тему страхования жизни. Но в этом сюжете я хочу быть краток. Потому что по этому направлению было уже снято куча сюжетов у нас на канале. Я постоянно одно и то же говорю, что страхование жизни это самый частый враг. Именно с помощью него чаще всего в 90% случаев людей обманывают. Для объективности сюда же добавлю, что есть люди, я специально сделал публикацию в инстаграме нашего канала, которые берут кредиты у банка под голый процент. Это может быть 11, 12, 14%. Все считается индивидуально и у них нет страхования жизни. И в тот же момент есть огромное количество людей, которые берут кредиты у банка и только потом узнают, что им вкинули страхование жизни, юридические услуги, в общем ряд дополнительных услуг, о которых они на сделке не знали. И это самый натуральный обман. Потому что по-хорошему вас должны информировать. Но как правило, это те люди сами говорят, что я даже не знал, мне об этом ничего не сказали. Но если вы пойдете в суд, естественно суд скажет, ты виноват. Почему? Подпись твоя стоит, договор есть, все написано, читай. Поэтому, друзья, прежде чем брать кредит, обязательно изучайте этот вопрос. Прям запомните, кто ни разу с ним не сталкивался, страхование жизни. Это самый частый способ обмана вас при кредитовании. У них одно время была такая интересная фишка. Они делали коллективное страхование. Минус заключался в том, что от него невозможно отказаться. Если от обычной страховки вы имеете право отказаться в первые 14 дней, то коллективное страхование под это не попадало. Далее, если вы зайдете на официальный сайт и посмотрите раздел условия при кредитовании, вы можете получить льготную ставку, сделав страхование на стороне. Та же самая история, которая была с Газпромом. У них есть список, в котором 34 страховые компании, выбирай любую, делай там страховку, а это будет гораздо дешевле для вас. Если рассчитывать, допустим, с миллиона страховку жизни, которую вам вкинет банк, это будет там порядка 160-200 тысяч рублей, всегда сумма будет разная, она индивидуально может считаться, то напрямую на 5 лет страховка такая обойдется вам тысяч 30-35 рублей. Значительно сэкономите. Вот послушайте разговор человека, который с банком и вовсе торгуется. Привет. Сейчас в Альфа-банке был, получается, снова подал заявочку на 1 миллион. Начали мы торговаться с 15% плюс страховка порядка 70 тысяч рублей. Торговались долго, два раза или три, переделывали заявочку. В конце то, что они мне отдают либо 9,9% с финансовой защитой 79, платеж 35 тысяч рублей, либо честные 12 идей процентов, платеж 34 тысячи рублей. Пошел подумать полчаса. Его разговор происходит с Альфа-банком, но принцип работы один и тот же. Да, друзья, банки это как палатка на рынке. Пришел, посмотрел, понравился продукт, ты можешь сказать ему свои условия и после чего вы можете договориться, а можете не договориться. То же самое происходит и здесь. Люди приходят, тоже не первый раз берет кредиты, им изначально говорят 16% на миллион рублей и страхование жизни будет 200 тысяч рублей. В конце диалога 12% и страхование 70 тысяч рублей. Я вам это привожу для примера. В общем, к чему я хочу все это дело свести? Когда вы заходите на официальный сайт, все вот эти калькуляторы, предварительные расчеты, на самом деле это все просто пример. В любом случае самый главный ход это подавать заявку и смотреть одобрение. В идеале, конечно же, это делать не только по телефону, там через интернет вы отдаете, приезжать в отделение, садиться за стул и начинать разговаривать с человеком. Торговаться. Да, друзья, в прямом смысле слово торговаться. Как это происходит? Как найти наиболее выгодные условия кредитные для себя? Вы приходите в банк, подаете заявку. Как правило, нужно просить сразу три расчета. Первый, просто процент. Вот непосредственно сумма долга 500 тысяч рублей и процент ничего вам не нужно. Второе, пусть банк вам предложит свой вариант, что, допустим, 500 тысяч и там какая-то сумма страховки. Это для того, чтобы вы видели свою выгоду в отношении более высокого процента. Потому что они всегда будут апеллировать тем, что с вами что-то может случиться, а вдруг вот вы умрете, вот знаете, это целая проблема, еще и ставка здесь ниже, но при этом ты по платежам постоянно будешь платить больше. И третий вариант, если вы хотите взять, например, 500 тысяч рублей, спросите у сотрудника, какая будет следующая сумма, где ставка будет ниже. Ну, например, бывает так, что 500 тысяч рублей вам предложат под 14 процентов, а 750 тысяч рублей вам могут предложить под 12 процентов. К примеру, что можно сделать? Можно взять 750 тысяч под более низкий процент, сразу же 250 тысяч занести как условно-досрочное погашение, тем самым у вас останется сумма долга 500 тысяч рублей. Но вы сэкономите такой процедурой себе сразу пару процентов. Это все индивидуально, этим нужно заниматься. Вот то, что нам рассказывают по щелчку пальца подай заявку через мобильное предложение, это вот, ну, не то. Это хорошо для тех, кто уже берет третий, четвертый, пятый кредит. Если вы берете первый раз, готовьтесь, 5-10 банков берете из первых списков и к каждому пошли ходить, искать на себя наиболее выгодные предложения. Как только найдется самое выгодное условие, перепроверяете, приходите на сделку, садитесь и здесь нужно все сверять. Как вас могут обмануть? Вот смотрите, вам самый простой пример, с которым люди сталкиваются. Просит человек кредит на 5 лет, ему дают расчет, а в итоге выясняется то, что кредит выдан на 7 лет. Банку выгодно, чем дольше вы платите, тем больше он с вас получит по процентам. Такое бывает. Нужно обязательно читать условия договора. Бывает такое, что человек берет кредит, ему говорят, у тебя будет ставка 9 процентов. Да, 9 процентов на первый месяц или на первый год. А потом ставка меняется с 9 до 16 процентов. Такое тоже бывает. Это все прописано в условиях договора. Это на самом деле буквально 3-4 пункта, которые вам нужно проверить. Вот это типа бумаг, там из 8 страниц полезной информации только на одну страницу в лучшем случае наберется. Все остальное это стандартные условия, которые если вы даже захотите изменить, вам банк скажет, ну это стандарт, это рыба, тут менять ничего вы не будете. А вот платеж, ежемесячная ставка, страхование жизни, основные услуги здесь естественно можно и нужно договариваться. У ВТБ есть предложение взять кредит на новый автомобиль под ставку 2 процента. Ну разве такое может быть? Давайте посмотрим на каких это условиях происходит. Мы с вами моделируем ситуацию, что автомобиль к примеру стоит 2 миллиона рублей новое. У нас есть первоначальный взнос в размере миллиона рублей. Мы берем кредит на 5 лет. И что мы видим? Опять эти галочки. Я получаю зарплату на карту ВТБ с КАСКО и со страхованием жизни. Но здесь есть очень интересная хитрость. Мы с вами видим, что сумма кредита 1 миллион рублей, 2 процента платеж будет ежемесячный 17 тысяч 528 рублей. Мы заходим в кредитный калькулятор, пересчитываем, все платежи совпадают. Вот в этом-то хитрости сделано, что визуально те, кто никогда не берут кредит, они подумают, о, как классно, платеж меньше. Потому что если вы придете в салон, вам предложат кредит на совсем других условиях, и миллион там будет с платежами примерно 21-23 тысячи рублей в среднем. Но здесь-то и зарыта собака, потому что не учитана в цене КАСКО, не учитана в цене самое главное страхование жизни. Вот собственно на нем-то банка заработает. Если мы убираем страхование жизни, мы убираем КАСКО, мы не являемся зарплатным клиентом, сразу же ставка становится 12%. Я вам подчеркну, что 12% это нужно еще будет побегать. Вам могут ее одобрить, но это нужно постараться. И не забывайте о том, что когда вы берете автокредит, точно такая же история будет с ПТС. Ваш автомобиль до конца выплат будет находиться в залоге у банка. Опускаемся ниже, смотрим, что у нас идет, как получить. Все это очень легко, элементарно, как обычно они нам об этом рассказывают. Документы какие нужны. Условия. Сумма кредита, процентная ставка, срок, первоначальный взнос минимум 20% и возможность включения в кредит сервисных и страховых услуг. Что это значит? А это вот следующий раздел страхования. Здесь у нас идет пять пунктов. Вместо КАСКО, страхования жизни, ДКАСКО, сервисная помощь на дороге, автолюбители. Вот это вот каждая позиция, это все стоит денег. И соответственно, все это может упасть на ваши плечи. В каком размере это будет, это все зависит от вас. Если приходит человек, он лошара, но ничего не понимает, и они это видят, все, они им воспользуются, они ему это все накидают в тело кредита. Соответственно, с этого они получат бешеные комиссии. Вы можете об этом даже не знать, что у вас есть сервисная помощь на дороге. Но это у вас будет в теле кредита, и вы за это будете платить. Соответственно, 2% прийти, какого, да, может показаться, о, у ВТБ пришел, там 50% первоначальный взнос, да хрен тебе. Кредитные каникулы. Здесь я буду краток. Принцип работы точно такой же, как и с кредитными каникулами у Альфа-банка или у любого другого банка. Простыми словами, это работает так, что вам отсрочат платежи, но вы в любом случае за все это будете платить. Изначально вам говорят то, что да, да, вы ни за что не платите, там месяц, два, три вы можете не платить, но потом в перерасчете вы за все заплатите. Таким образом, поддержку Путину говорит, нужно поддерживать, но на деле этой поддержки как таковой нет. Она есть, но за деньги. И вот на основании всей этой озвученной информации можно сделать выводы, что считать банк ВТБ каким-то порядочным банком, который работает изумительно правильно, нельзя. Кому-то он действительно дает кредит только под процент, не навязывая никаких дополнительных услуг, и этот человек остается довольным. А есть те, кто приходят за теми же самыми условиями, но им дают совсем другую ставку, выше впихивают дополнительные платежи. Каждый продукт, который предлагает банк, кредитование наличными, кредитные карты, покупка автомобиля в кредит, все это нужно смотреть внимательно, потому что условия одни, начинаешь изучать совсем все другое. И самое главное, что это еще предварительно. Вам нужно подать заявку, и только тогда вы увидите конкретную картину по себе. И не забывайте, что с банками можно торговаться и найти выгодные условия. Это нужно побегать по всем банкам, потратить время, а не так, как нам показывают рекламе. Подайте заявку и приезжайте, забирайте ваши деньги. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно подпишитесь на инстаграм канала, там выходят все новости, там я спрашиваю ваше мнение, там нужно ваше участие. Ставьте лайк этому ролику, делитесь им с друзьями, пишите ваши комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.